Добрый день, дорогие друзья, с вами Дуки Канал World of Games и сегодня мы поговорим о такой проблеме, как не активируется аутентификатор. В данном случае мы поговорим не только об Google Аутентификатор, который находится в приложении Google Play, но и о Steam Guard. То есть Steam Guard бывает неактивный кода, почему это происходит. Ну, начнем, наверное, с Google Аутентификатор. Начнем с того, что у меня есть аккаунт на Uplay, и для того, чтобы улучшить его безопасность, я решил именно подключить, скачать это предложение и пользоваться им. То есть там смысл в том, что там периодически идет смена паролей, кодов, ну, когда вы вводите пароль, ввести надо код. То есть там дается вам 30 секунд, чтобы его ввести. Ну, я не мог его активировать. То есть я приложение скачал, но не смог активировать его, потому что он дал какую-то ошибку. Там есть, допустим, заходите, скачиваете, заходите, там первый шаг, второй шаг, ну, и последний шаг там. Ну, вот, именно почему-то активировать я его не смог. А дело в том, что, ребята, вернее, проблема в том, что у нас выставлены неправильно даты и время, либо дата, либо время на телефоне, куда вы будете, телефон, либо что, какой у вас будет этот систем, куда вы будете устанавливать это приложение. В данном случае я вот на телефоне, вернее, на смартфоне скачиваю. Вот именно там у меня оказалось, что у меня неправильно выставлены данные. Ну, а времени и дата. То есть вот именно за Google, аутентификатор, я могу сказать, что там есть такая фигня, что вам автоматически там у вас просят, надо зайти. То есть когда выдают ошибку, там, в принципе, там, по-моему, на русском даже не пишут, пишут на английском. Вот единственное, то, что может быть проблема, на английском пишут проблему, вернее, описание. Там есть такая фигня, что вы даете согласие на то, чтобы наше приложение установил автоматически в дату и время, ну, подходящее для того, чтобы он правильно работал. Вы говорите «да», и он устанавливает, и всё. И то есть, вуаля, и у меня всё заработало. То есть, всё включилось, и всё работает. Это первая причина, почему он... Ну, именно, мы поговорили именно о Google аутентификаторе. Теперь мы сейчас хочу рассказать о Steam Guard. Ну, я думаю, что есть люди, которые сталкивались с такой проблемой, что при вводе пароля, кода, когда вы вводите логин, пароль, то есть у вас идёт, вылазит окошко, и вам надо ввести обязательно в течение 30 секунд со своего приложения код, который у вас там постоянно меняется. И когда вы вводите, у вас пишет ошибку. То есть, выдают красным, что... ну, неактивный он. То есть, он не принимается. И опять же, дело в том, что, ребят, такая же фигня, как и здесь, вот и в этом же аутентификаторе, то, что проблема... Ну, у меня, по крайней мере, было в том, что у меня время было на 5 минут вперёд. Ребят, на 5 минут вперёд я уже не мог активировать код. То есть, он у меня... захожу в Steam Guard, код у меня показывает, говорит, полосочка с зелёнками, то есть, я успеваю вводить, но он его не принимает. И вот так вот, 5 минут, то есть, ребят, я выставил время на 5 минут, то есть, как зашёл, поставил по-точному, то есть, что у меня отставание, и вёл, то есть, у меня всё начало работать. Так что, ребят, именно я вот никогда с этой проблемой не сталкивался. Первый раз я с ней столкнулся, и хочу, чтобы вы не тратили своё время обязательно при какой-то возникшей проблеме с аутентификатором, аутентификатором, извиняюсь, либо это на Google Play будет, либо это Steam Guard, обязательно проверьте дату и точное время. То есть, вот такая вот мелочь, ну, уже даёт сбои. Ребят, кому это помогло, кому это видео понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всем, ребят, пока. С вами был Дукит, канал World of Games. И всем до новых встреч.